Видео подготовлено сайтом online-gdc.net Задача 1281 Дано Нам дан правильный пятиугольник a1, a2, a3, a4, a5 Начертим пятиугольник И он вписан в окружность Центр в точке O Значит, точка O – это центр описанной окружности И нам даны точки a, b и c Которые являются серединами сторон a1, a2, a2, a3 и a3, a4 Отметим точки a, b и c Соединим их отрезками прямой Получим треугольник a, b, c И по условию точка O1 Является центром Вписанной в треугольник a, b, c А в окружности И нам нужно доказать Что точки O и O1 Симметричны Относительно Прямой А, c Ну и для того, чтобы выполнить доказательства Первое, что мы сделаем Мы соединим точки a1, a4 И на отрезке a1, a4 Отметим точку m Отметим ее так, чтобы она была серединой Отрезка a1, a4 Второе А теперь мы соединим точку m с точкой a И рассмотрим треугольник a1, m, a В этом треугольнике Сторона a1, m По построению равна половине a1, a4 А теперь если мы рассмотрим треугольник Вот такой треугольник a1, a2, a4 То в этом треугольнике a, m Это будет средняя линия Потому что точка a Это середина стороны a1, a2 А точка m Это середина стороны a1, a4 В треугольнике средняя линия Параллельно одной из сторон В данном случае она параллельна стороне a2, a4 И равна половине этой стороны Половине a2, a4 a1, a4 и a2, a4 Это диагонали правильного пятиугольника И раз пятиугольник правильный То диагонали равны А это значит, что стороны a1, m и a, m равны А тогда треугольник a1, m, a Треугольник равноведренный И в этом равноведренном треугольнике Стороны a1, m и a, m боковые стороны a1 это основание А углы при основании равны Значит, угол 1 равен углу 2 А вот теперь мы рассмотрим четырехугольник Четырехугольник a1, a2, a3, a4 Этот четырехугольник вписан в окружность Ну, так как его вершины лежат на окружности Ну и раз он вписан в окружность То тогда он обладает таким свойством Сумма его противоположных углов Угла a2 и плюс угол a4 Равна 180 градусов Ну, угол a2 и угол a3 Это углы правильного пятиугольника Поскольку правильный пятиугольник имеет равные углы То угол a2 равен углу a3 А тогда, если мы в наше равенство вместо угла a2 поставим угол a3 То у нас получится угол a3 плюс угол a4 Равно 180 градусов И вот эти углы Угол a3 и угол a4 Эти углы Это односторонние углы при пересечении двух прямых Прямой a2, a3 И прямой a1, a4 При пересечении этих прямых секущей И раз сумма односторонних углов равна 180 градусов То прямые a2, a3 и a1, a4 параллельны А это значит, что в четырехугольнике a1, a2, a3, a4 Две противоположные стороны параллельны А значит, этот четырехугольник По крайней мере является трапецией Трапеция Ну и в этой трапеции a, c это будет средняя линия Ну так как a это середина стороны a1, a2 А c это середина стороны a3, a4 Ну и мы знаем, что средняя линия трапеции параллельна основаниям Ну и значит параллельно a1, a4 А тогда, если мы рассмотрим угол a2, a, c То этот угол будет равен углу a1 Так как это соответственные углы При пересечении двух параллельных прямых a, c и a1, a4 Секущей Значит эти углы равны Ну и теперь мы еще соединим точки a1, o, a2 И рассмотрим равнобедренный треугольник a1, o, a2 Он равнобедренный, поскольку o, a1 и o, a2 Это радиусы окружности Значит это равные боковые стороны в этом треугольнике И если мы проведем o, a То o, a это будет медиана в этом треугольнике Ну поскольку точка a это середина a1, a2 Значит o, a это медиана Проведенная в равнобедренном треугольнике к его основанию А такая медиана является еще и высотой o, a это высота Значит o, a перпендикулярна a1, a2 А это значит, что угол a1, a, o Этот угол равен 90 градусов И угол a2, a, o Этот угол тоже равен 90 градусов А теперь рассмотрим два других угла Пятое Рассмотрим угол 3 Угол 3 Глядя на чертеж, можно записать, что он равен разности углов Угол a1, a, o И минус угол 2 Угол a1, a, o равен 90 градусов И минус угол 2 И рассмотрим еще один Угол 4 Угол 4 Угол 4, глядя на чертеж, можно сказать, что он равен разности углов Угол a2, a, o И минус угол a2, a, o Угол a1, a2, a, o равен 90 градусов А угол a2, a, c равен углу 1 И поскольку угол 2 равен углу 1 То тогда угол 3 равен углу 4 А это значит, что a, o Этот отрезок является бисектрисой Угла m, a, c В треугольнике m, a, c Ну и если мы соединим точки m, c И точно так же рассмотрим треугольник a2, o, a4 То тогда мы сможем доказать, что угол 5 равен углу 6 Точно так же можно провести доказательство И доказать, что угол 5 равен углу 6 И тогда c, o Это будет бисектриса угла m, c, a В треугольнике m, a, c И таким образом, если a, o и c, o Это бисектрисы треугольника Они пересекаются в точке o Значит, эта точка o является центром окружности Вписанной в треугольник m, a, c Вот эта окружность Так, значит, o это центром окружности Вписанной в треугольник m, a, c И мы еще рассмотрим четырехугольник a, b, c, m В этом четырехугольнике его сторона a, b Ну, если мы рассмотрим треугольник a1, a2, a3 То a, b будет в средней линии этого треугольника И будет равна 1, 2, a1, a3 Его сторона b, c будет в средней линии треугольника a2, a3, a4 И, значит, будет равна половине a2, a4 Так, сторона c, m будет равна средней линии в треугольнике a3, a1 Ну и сторона m, c Нет, c мы уже нашли Сторона a, b Сторона a, m Сторона a, m Четвертая сторона тоже будет равна половине a2, a4 Таким образом, a1, a3 и a2, a4 Это все равны диагонали правильного пятиугольника И они равны, значит, a, b равно b, c Равно c, m и равно a, m А это значит, что a, b, c, m Это ромба И если a, b, c, m это ромба, тогда треугольник a, b, c равен треугольнику m, a, c А это значит, что треугольники a, b, c и m, a, c симметричны относительно прямой а, c А это значит, что симметричны также и цедры окружностей, вписанных в эти треугольники Значит, o и o1 симметричны относительно прямой а, c Но это как раз и требовалось доказать Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!